Здравствуйте, в эфире программа Диалог. Жилстройсбербанк приступил к процедуре заключения дополнительного соглашения к действующему договору жилищных строительных сбережений от клиентов банка на выплату компенсации. В отличие от других банков, Жилстройсбербанк планирует выплатить компенсацию всем вкладчикам, независимо от суммы вклада. Подробнее об этом с директором областного филиала Жилстройсбербанка Райхант Лековной Абдрахмановой. Здравствуйте, Райхант Лековна. Здравствуйте, Лена. Скажите, пожалуйста, а какие изменения произошли в связи с выплатой компенсации при переходе к режиму свободного плавающего обменного курса? Во исполнение поручения главы государства проработан механизм выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения. Данный механизм проработан по остатку на 18 августа 2015 года. В целях выплаты компенсации, а также упрощения процедур оформления и обслуживания договоров жилищных строительных сбережений, банк переходит к обслуживанию вкладчиков путем присоединения к общим условиям к договору о жилстройсбережениях. Выплата компенсации будет осуществляться в соответствии с порядком выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения при условии наличия денежных средств на дату зачисления на вклады и заключения вкладчикам дополнительного соглашения к договору о жилстройсбережениях. Никаких ограничений по сумме вклада не предусмотрено. То есть любой вкладчик нашего банка, имеющий вклады постоянно 18 августа 2015 года имеет право получить компенсацию и будут компенсированы эти сбережения в два этапа, о которых я расскажу позже. Расскажите, а в какой срок можно подать документы на выплату компенсации? В процедуре выплаты компенсации банк приступил с 8 февраля и данная процедура займет время 4 месяца по 31 мая включительно. А в каком размере поступит компенсация? Общая сумма компенсации будет начислена из расчета 35,5% на сумму остатка вклада. При этом данное начисление будет производиться в два этапа. В 2016 году 19,2%, а в 2017 году 16,3%. А что требуется для получения компенсации по вкладу? Для удобства наших вкладчиков, в том числе и для тех, кто находится в сельских населенных пунктах, проработан механизм подачи дополнительных соглашений к договору о жесткой сбережениях путем электронной подачи заявлений. Данная возможность может быть осуществлена на сайте электронного правительства ЕГОВ, а также на сайте банка путем электронно-цифровой подписи, которая необходима для подписания данного соглашения. А как можно получить эту электронную подпись? Электронно-цифровая подпись может быть получена в любом подразделении ЦОНа. При себе необходимо иметь удостоверение личности, а также флешку. И тогда вашу электронно-цифровую подпись запишут на флешку. Скажите, пожалуйста, а все ли вкладчики могут претендовать на получение компенсации? Есть исключения. Выплата компенсации не производится по вкладам, находящимся в обеспечении по предварительным и промежуточным жилищным займам, выданным до 18 августа 2015 года. Также по вкладам, по которым на дату зачисления заключены договоры купли-продажи или договоры аренды в рамках государственных программ. Также по договорам о жесткой сбережениях, по которым отсутствует дополнительное соглашение, заключенное в установленный срок, поданное заявление за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами банка. А если у человека два вклада в жилстрой Сбербанке, нужно ли по обоим договорам заключать дополнительные соглашения и получат ли компенсацию именно по двум договорам? Да, если у человека несколько вкладов, два и более, то он может получить компенсацию по обоим договорам. При этом необходимо заключить дополнительное соглашение по каждому договору отдельно. И, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что любой вкладчик нашего банка может открыть неограниченное количество договоров на свое лицо. Скажите, а компенсируются ли вклады, по которым оформлены займы? Компенсируются вклады, по которым оформлены предварительные займы и промежуточные займы после 18 августа, то есть с 19 августа 2015 года. Также компенсации подлежат вклады, по которым оформлен жилищный займ после 18 августа 2015 года, то есть с 19 августа 2015 года, или осуществлен переход на жилищный займ с предварительного или промежуточного займов, полученных после 18 августа 2015 года, то есть с 19 августа 2015 года. А на какую сумму поступит компенсация в случае уступки договора? Компенсация по вкладу уступленному после 18 августа зачисляется на фактический остаток на дату зачисления, но не более той суммы, которая имелась по состоянию на 18 августа 2015 года. К примеру, если уступается договор на 1 миллион тенге другому клиенту, в данном случае может быть близкий родственник, и на дату зачисления компенсации, например, сумма на уступленном договоре составляет 1 миллион 200 тысяч тенге, тогда сумма компенсации будет начисляться на 1 миллион тенге, потому что сумма, как я уже сказала выше, не может превышать той суммы, которая была на дату 18 августа 2015 года. Если в цифрах рассказать, то получается, что на данную сумму 1 миллион тенге поэтапно в 2016 году будет зачислено 192 тысячи тенге, что составляет 19,2%, а в 2017 году будет начислено 163 тысячи, что составляет 16,3%. Итого, вкладчик на 1 миллион тенге получит компенсацию в размере 355 тысяч тенге. Скажите, а выплачивается ли компенсация в случае смерти вкладчика и в каком порядке? Выплата компенсации производится наследником нашего вкладчика. При этом вкладчикам, если не заключено дополнительное соглашение, то наследник может подать заявление в отделение банка и заключить дополнительное соглашение по компенсации. При этом срок немного больше. Он по 30 ноября 2016 года. То есть хотелось бы акцентировать внимание, что это единственная категория наследники, которые обращаются в банк, и срок по ним немножко особенный. То есть до 30 ноября, по 30 ноября 2016 года. На какую сумму поступит компенсация в случае объединения договора? В случае объединения договора сумма компенсации будет начислена на общую сумму объединенного договора. К примеру, на 18 августа 2015 года два договора имелись по 1 миллиону тенге. Если на дату зачисления компенсации эти два договора уже объединены, эта операция произведена, то по новому договору сумма будет составлять 2 миллиона тенге. Тогда компенсация будет начислена на 2 миллиона тенге. При этом сумма ее составит 710 тысяч тенге. Скажите, пожалуйста, а сколько денег было выделено на выплату компенсации? На выплату компенсации в целом по Желстройсбербанку выделена сумма 60,9 миллиардов тенге. При этом необходимо отметить, что 24 миллиарда это собственные средства банка, а 36,9 миллиардов это средства из бюджета государственного. При этом, конечно, хотелось бы отметить, что государство выделяет средства из республиканского бюджета, банк выделяет свою прибыль последних пяти лет работы, то есть принимаются все меры для защиты интересов наших вкладчиков. Желстройсбербанк делает все, чтобы мечты вкладчиков о обретении собственного жилья стали реальностью. А когда же будет зачислена компенсация? Зачисление компенсации в 2016 году планируется до 1 июля 2016 года. И начинается за счет бюджетных средств по истечении 10 рабочих дней с даты их поступления на текущий счет банка, за счет средств собственных банка по истечении 10 рабочих дней с даты утверждения годовой финансовой отчетности банка. Зачисление компенсации в 2017 году за счет бюджетных средств и средств собственного капитала банка осуществляется по истечении 10 рабочих дней с даты поступления бюджетных средств на текущий счет банка. При этом хотелось бы еще раз напомнить, что сроки подачи дополнительных соглашений на компенсацию ограничены. Они по 31 мая 2016 года и по всем вопросам, возникающим по выплате компенсации, вы можете позвонить по телефону любого мобильного оператора на номер 300. Спасибо вам, Райхант Лековна, что вы сегодня пришли в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, всего доброго. А я напоминаю, что сегодня в студии у нас была директор областного филиала «Жилстрой Сбербанка» Райхант Лековна Абдрахманова. Это была программа «Диалог. Актуальные темы. Интересные собеседники». Всего доброго.